Для того, чтобы сделать камин, я взяла коробочку из-под чая. Вы можете найти другую коробочку. Мне это понравилось. Далее я вырезала две картоночки. Одна будет картоночка наверху, другая вот так внизу. Нам нужна белая бумага, чтобы эти картонки обклеить белой бумагой. Далее нужно вырезать выкройку для того, чтобы обрезать вот этот камин. Здесь вот будет у нас вырезано окно для камина. Поэтому я вырезала бумагу под размер этого окошечка. Значит, замеряем вот здесь вот 11 сантиметров. Вырезаем и задумаем, какое у нас будет окно. Вот. Обклеивать так будет удобнее. Хорошо намазываем клеем и вырезаем сначала здесь, значит, окно, а потом обклеиваем бумагой. Сейчас все буду делать и покажу. Я все обклеила и вот такой камин у меня получился. Смотрите, коробочка и две картоночки. Вот видите? Вот так открывается. Что дальше? Дальше нам надо делать огонь. Вот такой огонь я вырезала из цветной бумаги. И чтобы он стоял в камине, укрепить и приклеить его, я взяла колпачок из-под фломастера и коктейльную вот такую трубочку. Вот видите? Далее, горячим клеем я сделала вот такие дрова. Это зубочистки, ну и какие-то палочки еще. Так, что дальше? Теперь, наверное, нам придется вот здесь все закрыть вот так вот стеклом. Потому что у нас есть Люба, она еще маленькая, и я думаю, что она все из-за этого камина будет вынимать. Что я хочу придумать? Вот двухсторонний скотч и с обратной стороны вот так вставить это стекло. И приклеить вот такие детали. Наверное, сначала я приклею сейчас огонь туда вот так приклею, вот так. И дрова. Я беру горячий клей, вот так вот намазываю обильно, сильно, да? И приклеиваю вот сюда. Вот, смотрите, что получилось. Теперь сюда дрова. Вот приклеила дрова. Будет так теперь. И теперь надо загородить это вот стеклом. Вырезала я его вот из-под игрушек, этот остаток. Все, приклеила стекло. Теперь Любочка у нас не достанет. Ни дрова не достанет, ни огонь не достанет. Камин у нас будет надежный. И немного его украсим. Украшать я буду вот такой тесенкой новогодней. Вы можете выбрать что-то другое. Я ее вот так сделаю. И вот здесь вот так сделаю. Я приклеила ленточки. И камин стал немного поинтереснее. А если в него положить какую-нибудь светящуюся игрушку. У меня вот такой петушок, брелочек. Видите, он мигает. Открываем наш камин. У нас хорошо, что открывается. Кладем туда игрушечку. Закрываем. И смотрим, что получилось. Ну вот, огонь наш горит. Ой, вам не видно. Вам не видно, я поняла. Но немножко там огонечек все-таки горит. А полностью, какой у нас получился камин, вы увидите в новогоднем румбоксе. Я хотела вам просто показать идею, как из коробки чая и двух картоночек сделать вот такой замечательный камин. Легко и просто. Жду вас в группе ВКонтакте и в Одноклассниках. Всем пока. С вами была Марина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова